4d игры приветствую разработчики на связи киберстарс интертеймент в прошлый раз мы придумывали свою вселенную а сейчас поговорим про 4 и 5 измерения разберем такую очень редкую игровую механику как перемещение в четырехмерном пространстве чтобы в это было проще вникнуть сперва мы с вами научимся понимать мерность пространства как выстраиваются измерения затем посмотрим как выглядят игры с четырехмерной графикой и какие существуют какие фильмы затрагивают различные измерения после чего затронем тему создания подобных игр в завершении взглянем на неевклидовую геометрию которая выходит за рамки обычного восприятия пространства в последующих темах мы будем рассматривать где брать ресурсы как собрать команду продвижение и пиар как заработать на своей игре и прочие темы связанные с разработкой игр человек с легкостью способен воспринимать двухмерную или трехмерную графику и непонятно в каком направлении уходит четвертая координата в этом видео мы разложим все по полочкам концепцию мироздания можно разделить на три свойства физика законы термодинамики тяготения электромагнитные волны и так далее время это линейный процесс старения или перемещения измерения все в нашем мире имеет размер объем игр где основная механика основана на физике уже очень много тир даун тому яркий пример в стайфолд игрок ориентируется с помощью звуковых волн как летучая мышь что касается времени суперход можем замедлять время в брейд игрок может перематывать время как назад так и вперед time to stop time есть возможность перемещаться между эпохами это далеко не все игры где основной геймплей лежит на механике взаимодействия со временем макс пейн time shift singularity тоже шикарный тому пример и вот мы подошли к измерению игр с возможностью манипулировать пространством не так уж и много фез это 2d платформер головоломка если ваш герой не может преодолеть препятствия в рамках двухмерного измерения то вы можете пересечь третье измерение на практике просто развернув проекцию обходите препятствия вдоль третьего измерения затем снова возвращаетесь выходит что-то не совсем и 2d игра просто третье измерение скрыто преодолевать препятствия с помощью третьего измерения интересная механика а что насчет четвертого измерения прежде чем поговорить о подобной механике сперва давайте посмотрим по какому принципу выстраиваются измерения начнем с нулевого измерения это просто . в пространстве которая не имеет вес и размер это просто информация перемещаемся на ступень выше и добавляем к ней первое измерение для этого скопируем эту точку и соединим линий эта линия и будет считаться первым измерением первым вектором в рамках этого измерения мы можем перемещаться только по одной оси вперед назад ну или слева направо как удобней чтобы добавить еще одно измерение нужно взять предыдущие опять же скопировать его как мы это делали с точкой и вновь соединить точки образованные линии и будут направлением второго измерения получился квадрат идеально отображающий систему координат двухмерного пространства все углы этого квадрата 90 градусов запомните это значение в этом пространстве мы уже можем перемещаться по двум направлениям влево вправо вперед назад двухмерный квадрат состоит из четырех одномерных отрезков где все отрезки соединены во едино вдоль этих отрезков в одномерном пространстве можно двигаться бесконечно в 2d мы видим окружающий мир это изображение вашего монитора микрофлора одноклеточных ее можно также назвать двухмерным миром но конечно же это не совсем так двухмерные существа обладали бы одномерным зрением то есть на размерность ниже относительно своего пространства их взору была бы доступна такая картина просто полосы различной длины со стороны наблюдателя который находится в третьем измерении можно увидеть весь плоский мир целиком в том числе и внутренние органы этих существ точно так же как мы это видим наблюдая в микроскоп с одноклеточным миром подобный плоский мир описан в романе эдвина эбботта флотландия который вышел в свет в 1884 году экранизация флотландии состоялась в 2007 году собственно кадры из этого фильма вы сейчас и наблюдаете перемещаемся в трехмерное пространство берем наш двухмерный квадрат опять копируем и соединяя между собой все четыре точки двухмерных квадратов здесь уже можно двигаться по трем направлениям и на примере куба опять можно заметить что он состоит из квадратов стороны которых имеют общую связь тем самым образуют ребра этого куба мы можем бесконечно двигаться по поверхности этого куба но это лишь в рамках двухмерного пространства вложенного в трехмерное при этом здесь получается единая плоскость сейчас мы наблюдаем трехмерный куб на двухмерной плоскости на проекции он выглядит деформированным но мы знаем что все его углы составляют 90 градусов этот этот и этот но за счет того что мы наблюдаем нашим двухмерным зрением его углы не выглядит как будто там есть 90 градусов это из-за того что его некоторые стороны уходят в перспективу то есть в третье измерение понять что куб трехмерный можно только вращая его то есть нужна динамика на двухмерной плоскости это выглядит как простая деформация а на деле наш трехмерный куб пересекает двухмерное пространство и со стороны наблюдателя через зрение способна видеть только двухмерную проекцию то есть нас это выглядит как искажение вот мы и приблизились к четвертому измерению пользуясь предыдущей логикой скопируем куб и соединим все точки мы получили гипер куб пока что это выглядит просто как куб в кубе но ваше представление изменится о нем когда я напомню про 90 градусов все углы этого гипер куба прямые 90 градусов сделаем его динамическим и придадим вращение сейчас вы наблюдаете как четырехмерный куб пересекает трехмерное пространство и все это проецируется на двухмерную плоскость то есть на ваши мониторы другими словами трехмерная проекция четырехмерного куба на двухмерную плоскость гипер куб в буквальном смысле выворачивается наизнанку весь целиком гипер куб мы видеть не можем а только лишь ту часть которая пересекает наше 3d пространство случись подобное наяву нашему взору была бы доступна такая картина куб появляется неоткуда и исчезает в никуда абсолютно по такой же схеме как и с 2d миром когда его пересекает трехмерная фигура получается что мы можем видеть только его часть чтобы полностью увидеть весь гипер куб необходимо обладать трехмерным зрением это это будет равносильно как если бы в нашем трехмерном мире мы наблюдали за трехмерным кубом с помощью двухмерного зрения в нашем мире мы же не видим весь трехмерный куб со всех сторон а только лицевые грани развернуты к нам мы визуально воспринимаем глубину пространства с помощью бинокулярного зрения плюс к этому можно добавить различные мозговые операции помогающие понимать глубину пространства в 3d мы скорее слышим чем наблюдаем обладая трехмерным зрением люди видели бы не только со всех сторон а еще и все что внутри полученный гиперкуб состоит из простых трехмерных кубов стороны которых сопряжены воедино другими словами в четырехмерном пространстве одна стена куба одновременно является стеной другого куба и так абсолютно со всеми стенами эти кубы как бы замкнуты в круг при этом везде сохраняется прямой угол 90 градусов согласен это сложно осознать с первого раза концепция гиперпространство продемонстрировано в таких фильмах как гиперкуб здесь герои бесконечно перемещаются между комнатами ограничиваясь только трехмерным пространством они никогда не смогут выйти оттуда абсолютно точно так же если бы двухмерные существа перемещались по поверхности куба каждый раз когда двухмерные существа переходят в новый двухмерный квадрат они как бы перемещаются в третьем измерении и поэтому такой путь для них бесконечен также в этом фильме трехмерные существа люди каждый раз перемещаясь в новую трехмерную комнату в виде куба пересекают четвертое измерение и поэтому в рамках трехмерного измерения этот путь для них бесконечен фильм гиперкуб это всего лишь одна серия из трилогии побродить по подобному кубу можно в игре тессеракт explorer с подобным мотивом есть игра half dead вы перемещаетесь из комнаты в комнату рискуя нарваться на ловушке и второй фильм это интерстеллар где главный герой в конце попадает в черную дыру а вот как выглядит четырехмерная сфера гипер сфера с пятимерным кубом и также с последующими измерениями все работает точно так же копируем и соединяем точки вот так выглядит четырехмерная развертка пятимерного куба он же пентеракт слишком сложно для понимания и здесь сопрягаются уже не стороны как это было с четырехмерным тессерактом а трехмерные кубы вот так выглядит пентеракт в динамике но это все еще по-прежнему двухмерная проекция до для человеческого воображения измерения выше третьего сложны для понимания но для компьютеров которые с легкостью оперируют математическими формулами в этом нет ничего сложного достаточно просто добавить четвертую координату и уже давно есть подобные реализации если в игре фес используется третье измерение для решения головоломок то есть игры где для этого используется четвертое измерение тетра space действие игры происходит в реальной четырехмерной среде правда вы видите и перемещаетесь в трехмерном пространстве четвертая координата используется лишь для искажения пространства для перемещения в трехмерной плоскости еще одна игра ford blocks хотя это не совсем игра просто песочница в четырехмерном измерении такая игра есть для виртуальной реальности даже в майнкрафте попытались воссоздать четырехмерное пространство правда здесь это просто трехмерная карта нарезанная на части которые располагаются друг над другом автор вручную создавал каждый сегмент помимо карты есть модификация есть даже пятимерная игра пакман 5d уже слишком сложно для понимания форди то есть это не совсем игра а просто демонстрация возможности четвертого измерения все объекты в этой игре существует в четырех измерениях вы можете играть с ними по-разному раскидывая и наблюдать как они выглядят в трехмерном разрезе все эти деформации получаются когда 4d фигуры пересекают 3d пространство сейчас у нас не получится разъединить два этих пончика тора но только не в четырехмерном пространстве все это реализовано на движке миога кура если ford toys это просто демонстрация возможности движка то как бы выглядела игра на этом движке миога кура японская игра в четырехмерном пространстве сейчас игрок не может пройти сквозь эту стену но воспользуемся уловкой переместимся по четвертой координате это будет проще понять на примере 2d платформера здесь чтобы обойти эту стену мы просто перемещаемся в третьем измерении и обходим эту стену как бы сбоку затем возвращаемся обратно в наше двухмерное измерение также и здесь только с четвертым измерением здесь смысл все тот же перемещаться в пространстве преодолевая препятствия все эти фиолетовые кристаллы на самом деле это одна и та же 4d модель просто мы наблюдаем ее трехмерный срез чтобы написать подобный движок автора в течение 10 лет собирал информацию из различных научных статей поверхность четырехмерного объекта трехмерно и вот какая идея меня посетила почему бы не использовать перемещение в четырехмерном пространстве как основную механику взять сеттинг который мы придумали в прошлый раз это будет головоломка в которой главная цель это спастись из плена главный герой использует dimension gun демган для перемещения в четвертом измерении но пока что это просто идея на чем же можно создать 4d игру писать свой движок с нуля конечно не вариант к счастью есть фреймворк для unity 4d ray marching в двух словах ray marching вычисляет 2d изображения из 3d наборов объемных данных простыми словами он отрисовывает фигуры учитывая глубину пространства то есть расстояние обычно в редакторе у нас три пространственных координаты xyz этот фреймворк добавляет четвертую w перемещаясь по которой и происходит то самое 4d волшебство но в редакторе конечно же мы видим только трехмерный срез этих фигур чтобы создать подобное не нужны специальные языки достаточно будет си плюс плюс си шарп или java большинство четырехмерных игр но как большинство их не так уж и много имеют камеру от третьего лица как вариант почему бы ее не сделать как от первого но 4 координата добавляет не слабую нагрузку на производительность все-таки компьютерные железяки создавались под 3d задачи а квантовый компьютер пока что еще нельзя купить на алиэкспресс поэтому подобную игру придется оптимизировать здесь большим количеством полигонов конечно же не разгуляться да и с примитивами производительность не столь велика как вариант можно поменьше использовать 4d фигуры только при необходимости либо другой вариант снизить разрешение это помните как раньше компьютера еле-еле тянули 3d игры приходилось у всего снижать разрешение и поэтому графика выглядела как пиксельное месиво вот точно такая же ситуация в данный момент с четырехмерными играми помимо движков которые способны рассчитать четырехмерное пространство есть те которые работают с ней в клидовой геометрией это любая геометрия которая отличается от стандартной геометрии с постоянными величинами в таких не в клидовых играх проходя сквозь туннель можно уменьшиться в размерах можно создать туннель который снаружи будет короткий а внутри длинный поместить в маленькое помещение большое количество комнат такие визуальные эффекты довольно таки интересно смотрятся все полезные ссылки будут в описании вступайте в наши ряды разработчиков присоединяйтесь к социальным сетям или дискорд серверу подписывайтесь на киберстарс здесь мы разбираем геймдев во всех деталях а а а Субтитры создавал DimaTorzok